Сегодня мы с вами продолжаем нашу огромную историю, которая начиналась с многочленов, дальше, соответственно, трансформировалась в формула сокращенного умножения, дальше в рациональные выражения и потом еще в алгебраические дроби. Вот, значит, тема сегодняшнего занятия – рациональные выражения и их равенство. Собственно, речь пойдет о тех же самых… Я напоминаю, что рациональное выражение – это какая-то комбинация алгебраических дробел. Гебраическая же дробь, в свою очередь, это дробь, у которой числитель и знаменатель представляют своего многочленов. Соответственно, тема написана на доске – рациональные выражения и их равенство. Значит, сегодня мы поговорим о том, о, наверное, ключевом понятии в математике, как и любое понятие в вашей программе, о понятии тождественного равенства. Значит, для того, чтобы с чего-то начать, я вам предлагаю рассмотреть вот такое рациональное выражение. А квадрат плюс А плюс 1 делить на А минус 3. Это одна часть рационального выражения. И я ее приравняю, я сейчас объясню, что я на самом деле сделал, другому рациональному выражению. А квадрат плюс А плюс 1 на А минус 1 на А минус 3 на А минус 1. Значит, ну, во-первых, здесь ничего нового, ничего неочевидного я здесь не написал. Если вы, как бы, заметили, то правая часть просто дам нужна на А минус 1. Но здесь важно сказать вот что, примерно те же слова, которые мы говорили для алгебраических дробей. Во-первых, значение выражения в правой части равенства, в левой части, определено для любых А, неравных 3. Значит, есть математический значок «любое», оно пишется как перевернутая буква А. Любое А такое, что А не равно 3. Почему мы так пишем? Потому что при А равном 3 в знаменателе будет 0 в алгебраической дроби. Как делить на 0, мы с вами не знаем и знать не хотим на самом деле. Поэтому для любых… мы заранее исключаем точку А равно 3, А равно 3 и, соответственно, записываем это выражение. Выражение же справа имеет смысл для любых А, таких, что А не равно 3 и А не равно 1. При А равном 1, опять-таки, да, мы получаем в знаменателе алгебраической дроби 0, и это нам сильно не нравится. Значит, если А не равно 3 и не равно 1… Значит, да, я здесь… вот этот символ, я его покрупнее нарисую, перевернутая буква А, это математический значок «любой». Оно заменяет слово «любой» или для любого. Вот, а тут, соответственно, я даже написал, для любого А двоеточие такого, что А не равно 3. Просто форма записи. Значит, для всех А, неравных 3 и неравных 1, мы можем сказать следующее. Какое бы число, мы вместо А не подставили бы, какое бы число, равенство будет верным. Да, для любого А, неравного 3 единиц. Равенство будет верным. Вот такие равенства, которые действительно для любых значений, я называю тождественными равенствами. То есть, вот любое равенство двух рациональных выражений есть тождественное равенство. Тождественное значит для любых значений. Давайте для того, чтобы как-то, ну, на примерах все это понимать. Давайте рассмотрим такое рациональное выражение. 1 на х минус у, минус 1 на х плюс у, минус 2у на х квадрат минус у квадрат. И я утверждаю, что это равно нулю. Задачу перед вами я ставлю следующим образом. Докажите, что на доске написано верное тождественное равенство. То есть, что действительно то, что с одной части, в одной части от равно, всегда равно тому, что с другой части от равно. При любых значениях х и у. Значит, нет, просто так вычитать тут единицу из единицы не получится. Значит, я напоминаю, как действовать с такого рода выражениями, с алгебраическими, с рациональными выражениями или с алгебраическими дробями. Вам нужно привести все к общему знаменателю, все три дроби, да, и потом осуществить соответственно сложение или вычитание. Значит, да, сразу же, конечно, нужно записать, что это равенство действительно при х, неравном у, и при х, неравном минус у. Потому что при таких значениях в знаменателях будет нули. Итак, я вам даю минутку. Я вам даю минутку. На то, чтобы вы нашли общий знаменатель трех алгебраических дробей и осуществили потом вычитание. Я вам даю минутку. Спасибо. Так, где знак, напоминающий семерку? А, вот здесь это знак не равно, это перечеркнутое равно. Вот, значит, приводите дроби к общему знаменателю, как мы это с вами учились делать. Продолжение следует... Товарищи, я жду в чате общий знаменатель двух дробей. Трех, всех трех, простите, трех. Значит, общим знаменателем, да, смотрите, является х квадрат минус у квадрат. Все абсолютно верно. По формулам сокращенного умножения я могу записать х квадрат минус у квадрат, да, простите, х квадрат минус у квадрат, это х минус у на х плюс у. Так? То есть это тоже десклей переписывается как единица на х минус у, минус единица на х плюс у, минус 2у на х плюс у в знаменателе, х минус у в знаменателе. То есть для того, чтобы у всех трех дробей был общий знаменатель, я первую дробь должен домножить и разделить на х плюс у, правильно? Вторую дробь я должен домножить и разделить на х минус у, тогда у всех трех знаменателе будет один и тот же. И я, соответственно, их все напишу в виде одной дроби, осуществляя вычитание. Значит, что я получаю х плюс у минус х минус у минус 2у делить на х плюс у, х минус у равно нулю. Это то, что я получил после приведения к общему знаменателю осуществления вычитания. Все, что мне нужно сделать теперь, это раскрыть скобочки, привести подобные. Значит, как только вы это делаете, я раскрою скобочки, просто стерев скобочки и поменяв знаки. Вот так. Значит, сразу же видно, что х и х, х минус х это 0, плюс у плюс у минус 2у это тоже 0. То есть вы получаете дробь формата 0 делить на х плюс у на х минус у равно нулю. Значит, все, дело сделано по большому счету. Это тождество ни у кого сомнений не вызывает, потому что если числитель дроби равен нулю, то и вся дробь равна нулю. Тут ничего удивительного. Все, я упростил и получил 0 равно нулю. Таким образом, я доказал, что написанное тождество верно при любых х и у, таких, что мы не делим на 0 главное. Значит, давайте еще немного потренируемся. Значит, потренируемся мы доказывать тождество. Например, докажите, что а куб минус b куб делить на а квадрат плюс а b плюс b квадрат минус а куб. плюс b куб делить на а квадрат минус а b плюс b квадрат равно а квадрат минус b квадрат делить на а плюс b. Значит, здесь у этого написанного мною тождество есть ключевое отличие в том, что в обеих частях равенства стоят рациональные выражения. Я, по сути, прошу вас доказать мне, что одно рациональное выражение тождество равно другому. Значит, для этого мы и левую, и правую части будем упрощать. Упрощать настолько, насколько это возможно. И упрощая отдельно левую и отдельно правую, мы должны прийти к чему-то очевидному. Кто раздействовал в духе ноль равно нулю? Я опять даю вам пару минут на то, чтобы это разрешить. Значит, нет, вы не можете просто так вычесть один знаменатель из другого у дроби. Правильно? Знаменатели вообще не вычитаются у дробей. Обращайтесь с алгебраическими дробями точно так же, как вы обращаетесь с обычными дробями. Если у меня будет написано там 3 вторых, грубо говоря, минус 1 четвертая, вы же не будете вычитать из двойки четверку, правильно? Вы будете приводить к общему знаменателю, осуществлять вычитание. Ровно таким же образом нужно поступить и здесь. Значит, если меня кто-нибудь еще слушает, пожалуйста, я жду хотя бы там общих знаменателей или какой-нибудь стратегии, как упростить левую и правую части. Сократить что-то надо, это верное утверждение. Мой вопрос именно в том, что нужно сократить. Так, правая часть, а квадрат минус b квадрат. Вы хотите, видимо, это упростить. Ну ладно, вы писали, писали и закончили. Давайте вместе. Значит, смотрите, рассмотрим сначала правую часть. а квадрат минус b квадрат делить на а плюс b. Минус а квадрат минус b квадрат делить на а минус b. Попробуем это упростить. Смотрите, попробуем это упростить. Здесь даже окажется, что не нужно искать общий знаменатель. Смотрите, давайте рассмотрим числители, где и в числителе одной дроби, и в числителе другой стоят разности квадратов. Давайте эти разности квадратов раскроем по формуле. Это а минус b на а плюс b делить на а плюс b. А вторая дробь а минус b на а плюс b на а минус b. И дальше мы помним, что мы можем алгебратические дроби домножать числитель и знаменатель одновременно на одно и то же число и делить тоже. Поэтому, да, сократим а минус b в первой дроби. А плюс b, простите. И сократим а минус b во второй дроби. То есть у нас и дробей-то по сути не осталось. Что у нас осталось после сокращения? а минус b минус а плюс b. И это, естественно, равно минус 2b. Значит, вот правая часть, да, упростилась до минус 2b. Теперь давайте разбираться с левой частью. а куб минус b куб на а квадрат плюс а b плюс b квадрат. Минус а куб плюс b куб делить на а квадрат минус а b плюс b квадрат. Значит, здесь опять-таки общий знаменатель я искать не хочу. Это долго и неприятно. Я раскрою числитель и сокращу то, что мне интересно. Значит, числитель я раскрываю одной дроби по формуле разность кубов, второй дроби по формуле сумма кубов. Значит, разность кубов – это разность на неполный квадрат суммы. А во второй дроби сумма кубов – это сумма на неполный квадрат разности. Это я просто раскрыл числитель и обеих дробей. Значит, что я вижу дальше? Смотрю, искра буря безумия. Я вижу, что у меня опять можно на знаменатель просто сократить. В одной дроби и во второй. Значит, да, в знаменателе вот здесь а квадрат минус а b плюс b квадрат. В знаменателе вот здесь а квадрат плюс а b плюс b квадрат. И у меня после раскрытия суммы разности кубов в числителе знаменатель благополучно сокращается. То, что остается, это а минус b минус а плюс b. То есть, опять минус 2b. А теперь смотрите всю великую силу того, что произошло. Мы правую часть выражения упрощали-упрощали, доупрощались. Оно равно минус 2b. И левую часть выражения мы упрощали-упрощали и доупрощались. Оно тоже равно минус 2b. Таким образом, мы можем сказать, что это равенство, оно верно. Тождественное равенство верно. Ну, а теперь давайте что-нибудь посложнее, что-нибудь залихватское. Значит, я хочу, чтобы вы доказали следующее равенство. а квадрат плюс b квадрат делить на а, b умножить на скобочку. В скобочках 6а плюс b на а квадрат минус b квадрат делить на 6а куб плюс b куб плюс а квадрат b плюс 6а b квадрат. Делить на 2а в квадрате минус 2а в квадрате b. И это еще не все. Я же сказал, что не залихватское. Значит, плюс а плюс b делить на а квадрат плюс b квадрат. Скобочка закрылась. Вам нужно доказать, что вот эта вся крокодилица равна а квадрат плюс b квадрат делить на а, b на а плюс b. Вот что-то такое максимально сложненькое. Значит, вам нужно аккуратно, аккуратно совершить действие, которое требуется совершить, и доказать, что левая часть равенства – это то же самое, что правая часть равенства. Сначала, естественно, вы должны осуществить деление, потом сложение в скобках, потом умножение перед скобками, которые стоят. Ну а дальше чего-нибудь поупрощать. Спасибо. 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 Это выражение, конечно, очень непростое. Это такой квест для нас с вами, такой вызов, но, тем ни менее, здесь нет ничего, чтобы мы с вами не проходили. Пока вы думаете, я на одну секунду. О, кто-то пишет мне ответ, правильно? Так, кто-то пишет, конечно, ответ, но дописать не может. Так, ладно, давайте разбираться. Что-то ответ никак не дописывается. А, чат завис, понятно. Давайте разбираться. Значит, я буду сейчас рассматривать левую часть равенства, левую часть, и аккуратно воспроизводить действия в том порядке, в котором они написаны. Значит, вначале я рассмотрю вот этот кусочек. 6а плюс а квадрат минус б квадрат делить на 6а в кубе плюс б в кубе плюс а квадрат б плюс 6а б квадрат. Делить на 2а в кубе плюс 2а в кубе плюс 2а в кубе плюс 2а в кубе плюс b. Значит, перед тем, как осуществлять вот эти все действия, мне нужно... Я хочу упростить немножко числитель и знаменатели этих дробей. Значит, вот эту дробь, которая делимая, я перепишу в виде 6а плюс b делить на а квадрат... Сейчас, извините. Значит, на а плюс b на а минус b. Это я знаменатель раскрыл по разности квадратов. Мы с вами помним, чтобы осуществить деление двух алгебраических дробей, мы должны вторую дробь перевернуть, числитель и знаменатель поменять местами, да, и осуществить умножение. Поэтому вторую дробь я сразу же переверну. И смотрите, из знаменателя я вынесу за скобку общий множитель 2а б. В скобках останется b минус a. Значит, теперь вопрос, что делать с числителем. Что делать с числителем? С первого взгляда, очень, конечно, хочется, чтобы это было каким-нибудь кубом суммы, но, к сожалению, кубом суммы это не является. Поэтому я, собственно, все, что я сделаю, это просто... А, ну вот здесь можно кое-что сделать. Смотрите. Из вот этих двух слагаемых я вынесу за скобку а квадрат. То, что останется в скобках, это 6а плюс b. И из оставшихся двух слагаемых, квадратиками их обведу, я вынесу за скобку b квадрат то, что останется в скобках, это b плюс 6а. Кто мне скажет, чтобы я понял, что вы меня слушаете, что делать дальше? Что можно делать дальше с этой дробью? Сократить на что? Вот. Вот это правильно. Вот последний ответ в чате правильный. Из вот этого знаменателя мы можем вынести общий множитель b плюс 6а. То есть эта дробь перепишется в виде... Я сейчас просто все перепишу, что есть. 6а плюс b на а плюс b на а минус b умножить на 2а, b минус a делить на 6а плюс b. Я выношу за скобку общим множителем. То, что остается в скобках, это а квадрат плюс b квадрат. Как-то вот так. И то, что мне теперь нужно сделать, это просто осуществить... Уже теперь я могу просто осуществить сокращение. Значит, смотрите. Здесь у меня есть а минус b. Вот а минус b. А здесь b минус а. Я сокращу этот множитель. Но здесь было а минус b, а здесь b минус а. Поэтому здесь появится минус единица еще. Ну, считайте, минус единицу я вынес за скобки. И вот это я могу... Смотрите. Вот выражение 6а плюс b. И вот здесь 6а плюс b. Я тоже могу на это сократить. Итого, все, что осталось вот от этой большой дроби, я запишу. Это 2а b делить на а плюс b на а квадрат плюс b квадрат. Это то, что осталось у меня после осуществления деления. Теперь я должен осуществить сложение. Прибавить вот к результату вот результат вот этого деления. Я должен к нему прибавить еще вот эту дробь. Значит, скажите мне, пожалуйста... Скажите мне, пожалуйста, что получится после сложения? Что вот в скобках, в результате какое выражение будет стоять? Так, у кого-то уже есть ответ. Так, я потерял минус. Не потерял. Я утверждаю, что не потерял. У меня вон там минус... А, да, и правда потерял. Минус 2b. Да, вот здесь я его еще не потерял, а здесь потерял. Это правда. Итак, чтобы сложить результат деления, который у нас получился, вот с слагаемым в скобках, мы должны привести к общему знаменателю. Для этого второе слагаемое, вторую дробь, которая вот наверху написана, вот эту, да, мы должны домножить на а плюс b. Чтобы был общий знаменатель. Чтобы был общий знаменатель. Так, ответ единица делить на а плюс b. Сейчас соображу. Одну секунду. Да, это правильно. Правильно. Значит, все. Поскольку верный ответ получен, давайте так делать то, что нужно. Минус 2ab на а плюс b на а квадрат плюс b квадрат. Я должен сложить с дробью а плюс b делить на а квадрат плюс b квадрат. Для того, чтобы привести обе дроби к общему знаменателю, я домножаю на а плюс b вторую дробь. Что получаю в результате? Минус 2ab плюс а плюс b и еще на а плюс b. А плюс b в квадрате делить на, собственно, тот самый общий знаменатель а плюс b, а квадрат плюс b квадрат. Все, что мне нужно сделать теперь, это раскрыть скобочки в числителе. Мы помним, как раскрывается сумма квадратов. Квадрат первого плюс удвоенное проведение первого на второе плюс квадрат второго. Но здесь отсюда появится плюс 2ab, а здесь есть минус 2ab. Поэтому то, что останется в числителе, это а квадрат плюс b квадрат просто. И теперь уже финально на а квадрат плюс b квадрат я могу радостно сократить числитель и знаменатель. И написать результат единице лить на а плюс b. Значит, вот это, это то, что получилось вот в этой скобке. Вспоминаем, что еще мне нужно делать. Мне нужно теперь вот эту дробь, вот эту, умножить на то, что в скобках. Ну, я даже, давайте как-то места даже не тратить. Понятно, что если я умножу вот эту дробь на вот этот результат, я получу в точности то, что должен получить. Вот это выражение. Таким образом, поскольку в левой и в правой части получилось одно и то же, я считаю тождество доказанным для любых значений а и b. Ну, опять-таки, таких, что знаменатель не ноль. Вот. Понятно примерно, что, как это все делается? Если вдруг непонятно, скажите, мы еще раз это проработаем. Угу. Ну, плюс на минус должно быть понятно. Мы этим занимаемся уже не первый месяц, поэтому... Значит, ну и как-то на десерт давайте успеем... Ну, понятно, что посложновато, да. Давайте успеем еще одно выражение посчитать. Значит, я вас прошу посчитать следующее. Сейчас, давайте я вот так сделаю. Значит, 3а на 9 минус 3х минус 3а плюс ax минус 1 делить на а квадрат минус 9 делить на x минус а на 3а квадрат плюс 9а. Скобка закрывается. Умножить все это на x куб минус 27 делить на 3а. Заметьте, я не написал правую часть. Я хочу, чтобы вы посчитали, чему равна левая часть. Буквально за минутку. Значит, предпримите все необходимые действия, чтобы упростить выражение, которое я написал. Спасибо. 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 Ну, а, слушайте, у нас времени не так много, так же давайте вместе. Значит, первым делом то, что я должен совершить, это деление. Вот это деление. Значит, единица на а квадрат минус 9 я должен поделить на х минус а на 3а квадрат плюс 9а. Опять-таки, я хочу поупрощать сначала знаменатели и числители обеих дробей, чтобы потом удачно на что-нибудь сократить. Замечаю, что в первой дроби у меня в знаменателе разность квадратов. Я ее так и записываю. А плюс 3 на а минус 3. Нужно поделить на х минус а. А тут в знаменателе я могу вынести общим множителем 3а. То, что останется в скобках а плюс 3. Ну и в уме менять числитель и знаменатель вот этой дроби местами, да, делителя, я могу сразу же записать, что это 3а на а минус 3 на х минус а. Соответственно, а плюс 3 я сократил. Значит, что мне нужно сделать теперь. Мне нужно осуществить вот это вот вычитание. При этом тут сразу не особо понятно, что делать. Поэтому давайте я рассмотрю первую дробь. 3а делить на 9 минус 3х минус 3а плюс ах. Значит, первое, первое, что я могу, это в знаменателе вынести здесь за скобку тройку получить 3 минус а. А вот у этих множителей. А вот у этих множителей вынести за скобку х. Лучше даже минус х. А, плюс х. Да, плюс х. В скобках получается а минус 3. Ну и теперь уже вынести за скобки а минус 3. А минус 3. Общий множитель. И получить в скобках х минус 3. И теперь из этой дроби я должен вычесть вот это. Минус 3а на а минус 3. х минус а. Значит, чтобы привести тут все к общему знаменателю, я домножаю вот эту дробь на х минус а, а вот эту на х минус 3. То, что получается. 3а х минус 3а квадрат минус 3а х плюс 9а квадрат делить на общий знаменатель а минус 3 х минус 3 х минус а. Что я вижу? 3а х можно благополучно сократить. Значит, а. Простите, пожалуйста, здесь не 9а квадрат, а просто 9а. И вот здесь 3а квадрат и 9а можно вынести за скобку 3а. В скобках получится 3 минус а. делить на а минус 3 на х минус 3 на х минус а. На тот же знаменатель. И, естественно, здесь и здесь я могу числительный знаменатель сократить. Да? Записав здесь минус 1. Итог. То, что я получил. Минус 3а на х минус 3 на х минус а мне нужно умножить на вот этот кусочек. Значит, вот этот кусочек, числитель его, я могу расписать через разность кубов. разность кубов, это разность чисел на неполный квадрат суммы. плюс 3х плюс 9. И на самом деле все. теперь я сокращаю х минус 3, сокращаю 3а, получаю ответ минус х квадрат плюс 3х плюс 9 в скобочках делить на х минус а. вот такая вот история. Значит, у нас с вами время подошло к концу, поэтому давайте на сегодня мы закончим, продолжим ровно с того же момента, через неделю. Я надеюсь, что мы в конце концов научимся все делать быстро и правильно. Вот. Спасибо вам за занятие и до следующей недели. Субтитры сделал DimaTorzok